В Нижнем Новгороде прошел шестой международный IT-форум 2020 «Взгляд в будущее». Ежегодно он не столько становится площадкой для демонстрации последних достижений IT, сколько отражает государственную политику и современные тенденции развития общества. Минонформполитики Чуваши совместно с Уполномоченной организацией презентовала на форуме внедрение универсальной электронной карты в республики. Универсальную карту в России начали выдавать с 1 января. За три месяца по стране принято почти 50 тысяч заявлений, выпущено 13 тысяч карт. Считаю это неплохим результатом для первого квартала. Динамика, я хочу сказать, что где-то до середины февраля количество заявлений в день нарастало практически линейно, потом чуть-чуть снизилось, сейчас стабилизировалось где-то в районе 700-800 заявлений в целом по стране. Мы принимаем где-то в таком же пределе, там, выдаем карточек. То есть, в общем и целом, ситуация сейчас стабилизировалась. УЭК состоит из нескольких приложений. Содержит номер обязательного медицинского страхования, что позволяет ходить к врачу без страхового полиса, номер пенсионного свидетельства, банковское и транспортные приложения. Последнее дает возможность оплатить проезд в общественном транспорте. Чуваша одна из первых в Приволжье запустила транспортное приложение, которое действует по всей республике. Карты будут у всех, сейчас это не так, и поэтому у нас надежда на УЭК, что все-таки УЭК позволит сделать так, чтобы карты были у всех. Но другая-то проблема. Мы почему-то думаем, что наличие карты, оно будет автоматически означать, что люди будут самостоятельно оплачивать за проезд. Извините, это не так. Тогда давайте сокращать супермаркетов кассиров, ставить платежные терминалы. Я уже себе вижу эту картину. Люди будут набирать авоськи там колбасой, хлебом, и опустив глаза, покраснев, проходить мимо терминала. То же самое, система на доверие, да. Кондукторы в транспорте были и останутся для поддержания порядка и контроля. Система на доверие не самоцель, поэтому УЭК просто предоставляет новые возможности. Пассажир сам выбирает, как платить за проезд наличными или картой. В некоторых регионах при безналичном расчете проезд в общественном транспорте дешевле, в том числе и в Чувашии. Проезд по карте в троллейбусе стоит 13 рублей, в автобусе 15. А на пригородных маршрутах каждый километр дешевле на 30 копеек. Подключить транспортное приложение можно по желанию, как и банковское. В ближайшей перспективе появится еще и медицинское. Пунктов выдачи карт тоже станет больше. В наших планах к концу второго квартала открыть пункты приема заявлений и в пяти наших крупных городах. Это, прежде всего, Новочебоксарск, Канаш, АллатР, Ядрин и Шеверлин. Изначально планировалось, что с 2014 года УЭК будет выдаваться всем, кто не написал заявление об отказе. Но сейчас на уровне правительства страны решается вопрос о внесении изменений в федеральный закон в части выдачи универсальной электронной карты. Решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято к концу нынешнего года. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.